Необычное здание Строительство дома карате в Айметьевске началось в 1997 году и завершилось только в 2005. Но старания того стоили. Но в собирате единомышленников Виктор Александрович начал гораздо раньше. Точка отчета можно считать 1978 год. То есть начало карате было не где-то в Казани, а именно здесь. Тогда начали проводить занятия в лесах. Постепенно школа росла, объединив любителей карате со всего Татарстана. Каждый год через его залы проходило от трех до пяти тысяч человек. Тогда о доме карате и мечтать не могли, но упорство преодолело все преграды. Желание, желание. Вот у меня было огромное желание. Мы считали фанатом. А тем временем это ругательное слово фанат. А собственно говоря на фанатах, на дураках таких. Мы держимся весь мир. Виктор Клочков. Обладатель третьего дана 26 черных поясов. Он воспитал многочисленных призеров мировых первенств, чемпионов Европы, России и Татарстана. Всех просто не перечислить, говорит сенсей. По его приблизительным подсчетам число его воспитанников достигает 100 тысяч человек. Вот сейчас ребят приехали, привезли одного чемпиона мы. Девочка стала где-то там все равно спорта. И три вторых места. А вот сейчас в последний чемпионат привезли вообще 16 человек. Четыре чемпиона, четыре вторых и шесть третьих мест. Азы боевого искусства. Именно искусство, а не спорта, подчеркивает Виктор Клочков, постигают с шести лет. Именно в раннем воспитательном процессе заключена уникальность школы каратэ. Детям прививается самодисциплина. Вначале растяжка, гибкость, гимнастика. Уже в более старшем возрасте постигаются техника и боевые приемы. Сегодня в доме каратэ занимаются около 300 человек. Отличие боевого искусства в том, что здесь приоритетом является не только физическое, но и духовное совершенствование. Философия и особый этикет проявляются во всем. От белого кимоно и деталей интерьера до общения между воспитанниками. Мы видим у вас девушек больше, чем в других единоборствах. Как вы думаете, с чем связано? Со мной, наверное. Я авторитетный. Здесь девушки понимают, здесь общество совершенно другое. Я еще раз напоминаю. То есть мат, наверное, в третий язык, мы им здесь категорически запрещаем. Ну, если он здесь привыкает, здесь уважение к старшему, уважение к девушке, там, ОС, вот это все. Здесь, как бы, и отношения друг к другу совершенно другое. В диспортивных группах. Там могут и обнять, там, что-то такое себе, вольность какую-то позволить. Здесь для нас это как храм, где мы познаем путь, ну, истины. То есть школа сама, как общество, искатели, абсолютно истины. Что касается тренировочного процесса, то и он отличает школу каратэ от других видов боевых искусств. То есть на тренировке можно просто дать задание и не вкладывать, сесть на скамеечку и сидеть. Здесь же нет. И мы часто говорим о науке разума. Это наука божественная, которая как бы изучает все законы божественные, которые управляют себя миром. Без этого никак нельзя. Мы должны отсюда из этого зала выпускать не бандитов каких-то, а людей для сонных. Мы всегда подчеркиваем, что мы отсюда выпускаем здоровых, законопослушных. Мнение своего учителя разделяет и тренер-сэмпай Антон Клочков. Шести лет он успешно следует по стопам своего дяди. Хотя в детстве и был выбор между музыкой, акробатикой и танцами, он выбрал каратэ. То есть здесь в драке и движение есть, и перемещение, и все самые танцы совмещены. Нет, были, конечно, такие победы, на которых на первых секундах были победы. Пять секунд и семь секунд, когда я со сломанной рукой дрался, было тоже. Но самая главная победа, это как раз-таки, когда у меня была сломана нога за неделю до чемпионата. Потом я восстановился и доработал до третьего места. На следующем чемпионате у меня была сломана рука и доработал до первого места. Чем же еще привлекает это боевое искусство, мы спросили у самих воспитанников школы. Меня сюда провел папа. Физически я стал сильнее. Теперь я хочу больше работать. Я перестала быть ленивым. Мы учимся не драться, а постоять за себя. Для девочек это больше себя. Если начнут объезжать, можно себя защищать, учишься защищать себя. Здесь разделяется на несколько разделов. Это ката, когда ты выбираешься, передвигаешься на одном месте. Драки, это когда ты уже занимаешь там кубки и так далее. И обычные тренировки, и сдача на пояс. Ну, определенный кио или да. Это искусство, это школа, это не тренировки, это учеба, как вторая школа. Видите, здесь нужно со всей дури. То есть, еще раз повторяю, вы занимаетесь киокшином. Если не можете держать сюда односеля, идите в другие школы. Здесь у вас не место. Здоровый образ жизни здесь один из основных принципов. Виктор Клочков вспоминает, как занятия каратэ под его руководством многим помогали избавиться и от вредных привычек. Сейчас этот вопрос более актуален, чем когда-либо, считает сенсей. В то время табак – это табак, а в это время, в нас время, если сигарету дали, подумайте, затянуться или нет, потому что там можно все, что угодно. Вот я на родительских собраниях обычно, когда проводим семинары, основное внимание уделяем, вывешиваем плакаты и объясняем всем, что такое алкоголь, как он действует, наркотики, табак. Это вот основное. Упорство и труд – главные компоненты успеха. Насколько готов ученик, все свои возможности он показывает в зале. Кстати, в доме каратэ их несколько. Здесь занимается специальная группа. Виктор Клочков преподает им самооборону, навыки которой пригодятся в жизни каждому человеку. Не забывают каратисты и о силовых нагрузках. Для этого есть тренажерный зал. Сейчас наиболее способные воспитанники готовятся к первенству России, которое пройдет в Москве. Учитель дает главное наставление – важно настроить себя, проявить ярость, но не агрессию. Злость, когда есть, это не злость, а ярость. Я понимаю, что слова разные оказываются. Ярость – это от солнца, это от Бога идет, и она дозируется, а агрессия – она не дозируется. И все же каждый сам постигает свой путь. И ответ на вопрос, как стать чемпионом, ищет в себе самом. В спорте надо думать, в жизни тоже надо думать. В спорте надо быть физическим и ловким, и хитрым, чтобы думать, что он сделает, как ты сделаешь, чтобы пробить его. А в жизни надо уже думать на день вперед, что ты будешь делать. Это искусство, которое воспитывает во мне как раз победителя, не только в бою, но и в жизни. Чтобы стать победителем, нужно не ледниться, заставлять себя работать. Чемпионы рождаются в самом деле, в человеке. Я знаю одно слово, которое оно до сих годится – это трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Вот не знаю больше других слов. Я пахал, пахал, и работу пахал. Субтитры сделал DimaTorzok На этом у нас все. Встретимся с вами в следующем выпуске программы «Альметьев Спортивный» ровно через две недели. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok